Слово «геометрия» греческое. В переводе на русский язык означает «землемерие». Принято считать, что геометрия зародилась в Древней Греции. Греки переняли у египтян основы землемерия и превратили его в научную дисциплину путем установления общих закономерностей. Евклидова геометрия изучает простейшие геометрические формы – точки, прямые, отрезки, многоугольники, шары, пирамиды и другое. Именно этот раздел геометрии изучается в школе. В 1877 году немецкий математик Феликс Клейн в своей эрлангенской программе предложил классификацию различных разделов геометрии, используемую и в наши дни. Евклидова геометрия, проективная геометрия, афинная геометрия, начертательная геометрия, многомерная геометрия, риманова геометрия, неевклидова геометрия, геометрия многообразий и топология. Евклидова геометрия состоит из двух разделов – планиметрии и стереометрии. Здравствуйте, ребята! На прошлом уроке вы начали новый для вас предмет, который называется геометрия, и ее раздел, который изучает фигурно-плоскости планиметрию. Сегодня мы с вами продолжим тему «Основные понятия геометрии, аксиомы, теоремы». Сегодня на уроке вы узнаете, как применять аксиомы принадлежности точек и прямых, и чем отличается аксиома от теоремы. Что такое аксиома, ребята? Аксиома – это утверждение, которое не требует доказательства. Аксиома с греческого переводится как «утверждение, не вызывающее сомнений». Итак, сегодня мы с вами начнем с примера. Дана прямая – А, знаем, да, как обозначить прямую с прошлого урока, и точки на прямой – точка А, точка Б и точки вне прямой – С и Д. Что мы видим, ребята? Мы видим, что на прямой А лежит точка А, Б, а вне этой прямой лежит точка С и Д. Как это записывать? Мы записываем это следующим образом. Точка А принадлежит прямой А, точка Б принадлежит прямой А, точка С не принадлежит прямой А, и точка D не принадлежит прямой А. Обратите внимание еще раз на знаки принадлежности. Принадлежит, не принадлежит. Исходя из этого примера, у нас появляется первая аксиома. Какова бы ни была прямая, существуют точки, принадлежащие прямой, и точки, не принадлежащие ей. Запомнили? Следующий пример. Дана прямая А и прямая В. Что они делают, ребята? Они пересекаются в точке А. Как мы это запишем? Мы записываем это таким образом. Прямая А пересекается с прямой В в точке А. Обратите внимание на знак. Запомнили? Это знак пересечения, ребята. Продолжаем. Следующий пример. Смотрим. Ребята, дана прямая А. А, и точки на ней видим А, В, С. Здесь, ребята, мы видим, что из трех точек на прямой одна и только одна лежит между двумя другими. Видите, да? Прямая А, В и С между А, С лежит точка В. Продолжаем. Аксиома третья гласит, каждый отрезок имеет определенную длину, большую нуля. Длина отрезка равна сумме длин частей, на которые он разбивается любой его точкой. Ребята, мы видим на примере, что дана какая-либо прямая. На этой прямой даны отрезки А, С, С, Д и Д, В. То есть сумма этих отрезков нам дает отрезок А, В. Понятно? Продолжаем. Ребята, а вы знали, что линейка, которая измеряет отрезок, впервые появилась в Китае? А обозначение отрезка двумя буквами, которые соответствуют его концам, ввели еще древние греки. Перейдем к заданиям. Задание первое. На прямой изображены точки А, В, С, Д, Е и Ф. Какие из этих точек лежат на отрезке А, Д и какие лежат на отрезке Д, Ф? Давайте решим эту задачу вместе. Итак, на прямой изображены точки А, В, С, Д, Е и Ф. Какие из этих точек лежат на отрезке А, Д? Смотрим. Смотрим на А, Д. Здесь мы видим, что на этом отрезке у нас точки В и С. Давайте их запишем. Точка В принадлежит отрезку А, Д. Далее, точка С принадлежит отрезку А, Д. По рисунку видим, да? Дальше. И какие лежат на отрезке Д, Ф? Д, Ф. На Д, Ф мы видим, что точка Е лежит на данном отрезке. Мы записываем, Е принадлежит Д, Ф. Следующее задание. На прямой изображены точки А, В, С, Д, Е и Ф. Точка Х удовлетворяет следующим условиям. Х принадлежит Б, Ф. Х не принадлежит А, Д. И Ф не принадлежит С, Х. И совпадает с одной из точек и с прямой. Определите эту точку. Давайте с вами рассмотрим отрезок Б, Ф. Что мы видим? Мы видим, что на отрезке Б, Ф лежат точки С, Д и Е. Давайте запишем. Записываем следующим образом. С принадлежит Б, Ф. Видите, да? Далее. Д принадлежит Б, Ф. И Е принадлежит Б, Ф. Следующее. Х не принадлежит А, Д. Мы видим, что на отрезке А, Д у нас не лежат точки Е и Ф. Запишем следующим образом. Е не принадлежит А, Д. Далее, Ф не принадлежит А, Д. Ф не принадлежит С, Х. Что мы видим? Мы видим, что точка Ф не лежит на отрезке А, Е. Давайте запишем. Ф не принадлежит С, Е. Таким образом, Х совпадает с точкой Е. Следующее задание. Айжан, Сауле, Берек и Даурен построились вдоль прямой линии. Берек оказался между Айжан и Сауле, а Сауле между Береком и Дауреном. В каком порядке стоят ребята? Решение. Схематично отметим на рисунке Айжан, Берека и Сауле в таком порядке, где Берек между Айжан и Сауле. Даурен может стоять только правее Сауле, так как ребята стоят вдоль линии, а слева уже стоит берег. Ведь по условию Сауле между Береком и Дауреном. Ответ. Айжан, Берек, Сауле и Даурен или наоборот. И в заключении, ребята, давайте ответим на вопрос, чем отличается аксиома от теоремы. Если аксиома – это утверждение, которое не требует доказательства, то теорема – это утверждение, которое требует доказательства. Таким образом, ребята, мы сегодня с вами узнали аксиомы принадлежности точек и прямых и узнали, в чем отличие аксиомы от теоремы. На этом у нас урок завершен. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok